Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на нашем уроке английского языка. Сегодня мы продолжим наш разговор о разных фестивалях, празднованиях и праздниках. Но для начала ответьте на мой вопрос, пожалуйста. О чем нам говорят данные картинки? Что общего у этих картинок? Какой одинаковый элемент вы видите на данных картинках? Правильно! Здесь присутствует изображение блинов. Вкусных, красивых блинов. А давайте вспомним, на какой праздник готовят большое количество блинов. Блины готовят на фестиваль праздник Масленицы. Мы живем в большой стране, которую населяют разные народы со своими обычаями, традициями, особенными праздниками. И есть среди них такие праздники, которые стали по-настоящему семейными. Масленица – такой замечательный праздник. Сегодня мы будем говорить про весенний фестиваль Масленицы. Но для начала давайте прочитаем стихотворение. Я зачитаю строки стихотворения из произведения Александра Сергеевича Пушкина. Отрывок из Евгения Онегина. Из урока русского языка и литературы вы знаете, что Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт, драматург и прозаик. Они хранили в жизни мирной привычки милой старины. У них на Масленице жирной водились русские блины. Или вот еще одно стихотворение для детей, которое я нашла на просторах интернета. Собрались все в хоровод, Масленица к нам идет, За собой весну ведет, Гонит зиму от ворот. Уходи быстрей зима, Для весны пришла пора, Тает снег, Звенит копель, Забирай свою метель. Какие интересные и красивые строки. Итак, мы будем работать с разделом Spotlight on Russia. Напоминаю, данный раздел находится в конце учебника. Откройте, пожалуйста, свои учебники. Раздел Spotlight on Russia, страница 10. Давайте поработаем с новым вокабуляром, с новой лексикой. Давайте прочитаем и переведем новые слова и словосочетания. To do a school project, Делать школьный проект. Around the world, По всему миру. Special, Особый. Land, Великий пост. To say goodbye, Прощаться. To welcome spring, Встречать весну. Especially, Особенно. Delicious, Вкусный. Pancakes, Блины. Ребята, напоминаю, что вы можете поставить данную видеозапись на паузу и проработать слова и словосочетания в удобном для вас темпе. Повторить произношение или, при необходимости, выписать слова в словарике. Давайте попрактикуем произношение. Repeat after me. Повторяйте за мной. To do a school project, Around the world, Special, Lent. To say goodbye, To welcome spring, Especially, Delicious. Панкейкс. Продолжаем. To dress up, Наряжаться. Слэйрайдс, Катание на санях. Слэджин, Катание на санках. Сноубл файтс, Игра в снежки. Лотс мор, Многое другое. A straw doll, Соломенная кукла. To burn, Сжигать. A big bonfire, Большой костер. To be over, Закончиться. Давайте попрактикуем произношение. Repeat after me. Повторяйте за мной. To dress up, Слэйрайдс, Слэджин, Сноубл файтс, Лотс мор, А straw doll. To burn, To burn, To burn, A big bonfire, To be over. Все эти слова и словосочетания нам понадобятся для работы с текстом. So, Spotlight on Russia receives an email. Итак, раздел Spotlight on Russia получает электронное письмо. Dear Spotlight on Russia, Hi, дорогой Spotlight on Russia, Здравствуйте! We are in class 4C at Wood End School in South London. Мы в классе 4C в школе Wood End в Южном Лондоне. We are doing a school project about celebrations around the world. Мы готовим школьный проект о празднованиях по всему миру. Can you tell us about a special Russian celebration? Не могли бы вы рассказать нам об особом русском торжестве? И какой же ответ получают ребята из лондонской школы от ребят из московской школы? Масленица is the week before Lent. Масленица – это неделя перед Великим постом. It's when Russians say goodbye to winter and welcome spring. Это время, когда русские прощаются с зимой и приветствуют весну. It's a time of singing, dancing and fun. Это время пения, танцев и веселья. There is a lot to eat too, especially blinnies, which are delicious butter pancakes. Также есть много еды, особенно блинов, которые представляют собой вкусную выпечку со сливочным маслом. Children dress up and play in the snow. Дети наряжаются и играют в снегу. We go for sleigh rides, go sledging, have snowball fights and lots more. Мы идем на катание на санях, катаемся на санках, играем в снежки и многое другое. Мы делаем соломенную куклу леди-масленица, которую наряжают в специальную одежду. В воскресенье вечером мы сжигаем куклу леди-масленицу на большом костре. The spring festival is over and land begins. Весенний фестиваль заканчивается и начинается Великий пост. Итак, ребята, я прочитала и перевела данный текст. Сейчас я еще раз прочитаю текст, но уже без перевода. Постарайтесь повторять за мной слова. Вы можете делать это вслух или про себя, как вам будет удобно. Let's start. Начинаем. Dear Spotlight on Russia. Hi. We are in class 4C at Wood End School in South London. We are doing a school project about celebrations around the world. Can you tell us about a special Russian celebration? Масленица is the week before Lent. It's when Russians say goodbye to winter and welcome spring. It's a time of singing, dancing, dancing and fun. There's a lot to eat too, especially blinis, which are delicious butter pancakes. Children dress up and play in the snow. We go for sleigh rides, go sledging, have snowball fights and lots more. We make a straw doll of Lady Maslеница, who is dressed in special clothes. On Sunday evening we burn Lady Maslеница on a big bonfire. The spring festival is over and Lent begins. Now, let's do the next exercise. А сейчас давайте выполним следующее задание. You have to choose the correct answer. Вы должны выбрать правильный ответ. Вы увидите вопросы с несколькими вариантами ответов. И вам необходимо выбрать правильный, на ваш взгляд, вариант ответа. So, the first one. Russian people celebrate Maslеница before. Русские празднуют Масленицу перед. Christmas – Рождеством. Lent – Великим постом. New Year – Новым годом. The next one. At Maslеница, Russian people say goodbye too. На Масленице русские прощаются с spring – весной, autumn – осенью, winter – зимой. The next one. Следующий. A typical Maslеница meal is... Типичная еда на Масленицу. Это Easter cake, пасхальный куличик, пельмени, пельмени, пенкейкс, блины. The next one. The next one. Следующий. At Maslеница, Russian people burn. На Масленицу сжигают... A straw doll – соломенную куклу. Guy Fawkes – Гая Фокса. A straw house – соломенный дом. The next one. Следующий. At Maslеница, Russian people. На Масленицу русские. Exchange painted eggs. Обмениваются крашенными яйцами. Play in the snow, go sledging and lots more. Играют в снегу, катаются на санках и так далее. Bees in the ice, home. Holes – купаются в ледяных прорубях. Now let's check your answers. А теперь давайте проверим ответы. So, Russian people celebrate Maslеница before. Русские празднуют Масленицу перед... Конечно же, ребята, перед Великим постом. Before land. At Maslеница, Russian people say goodbye to... На Масленицу русские прощаются с зимой. At Maslеница, Russian people say goodbye to winter. A typical Maslеница meal is pancakes. Типичная еда на Масленицу – это, конечно же, блины. На Масленицу сжигают соломенную куклу. На Масленицу люди играют в снегу, катаются на санках и многое другое. Я надеюсь, ребята, что ваши ответы совпали. Now it's high time for your homework. А теперь подошло время для вашего домашнего задания. You have to read the text once more and mark the statements true or false. Вам необходимо прочитать текст про Масленицу еще раз и отметить утверждения верные или неверные. Итак, если утверждение верное, то вы ставите букву T или пишите слово true, то есть правда, верно. Если утверждение неверное, не соответствует информации в тексте, то вы пишите букву F или слово false, то есть неверно, ошибочно, неправда. Давайте прочитаем и переведем утверждение. Масленица is a summer festival. Масленица – это летний фестиваль. Русские празднуют Масленицу перед Великим Постом. Блины – это вкусные бутерброды. Это время пения, танцев и веселья. На Масленицу люди обменивались крашенными яйцами. Сжигание соломенной куклы начинает празднование, то есть открывает празднование. Ребята, вы без сомнения хорошо справитесь с данным заданием. Спасибо за вашу работу. Я желаю вам удачи. До свидания. А у Алисы Низовой наш урок подошел к концу.